Груно Пантекорова Один из крупнейших ученых своего времени. Его идеи в значительной степени определили уровень современной физики нейтрина. Нас до сих пор поражает масштаб его дарования и разнообразие его неординарных мыслей. Работа за железным занавесом лишила Бруно Пантекорова возможности получить Нобелевскую премию. Позже как минимум пять его идей помогли другим ученым завоевать эту престижную международную награду. Например, Пантекорова первым предложил метод обнаружения антинейтрина от ядерных реакторов. А в 1995 году американский физик Фредерик Райнес за обнаружение антинейтрина от реактора был удостоен Нобелевской премии. Бруно Пантекорова высказал идею, как экспериментально отличить электронное нейтрино от мионного. Позже трое американских физиков Леон Ледерман, Мелвин Шварц и Джек Стейнбергер реализовали это предложение. В 1948 году Бруно Пантекорова создал пропорциональный счетчик, который стал прорывом в усилении сигнала. Эта работа заложила основу для изобретения проволочной пропорциональной камеры, за которую Жорж Шарпак получил Нобелевскую премию в 1992 году. Нобелевская премия 2002 года за исследования солнечных нейтрино, загадка которых будоражила умы исследователей в течение четырех десятилетий, досталась американцу Реймону Дэвису и японцу Масатоси Косиба. Эти исследования подтвердили предсказания Пантекорова о дефиците солнечных нейтрино, высказанное им еще до проведения экспериментов. А самая впечатляющая идея Пантекорова – предсказание изменения типа нейтрино согласно определенному периодическому закону. В 2015 году за экспериментальное открытие нейтринных осцилляций Нобелевской премии были удостойны японский ученый Токааки Кадзита и канадский физик Артур Макдональд. Великого физика не стало в 1993 году, но интерес к его жизни и научным исследованиям не угасает до сих пор. Умы будоражит не только значение научных работ Пантекорова, но и его жизнь. Он работал в крупнейших физических лабораториях США и Европы, бежал в СССР, жил в Дубне, работал в засекреченной лаборатории, которая потом стала крупной международной научной организацией. Все это тянет не на одну книгу и не на один фильм. Родился Бруно Пантекорова в 1913 году в Пизе в семье итальянского промышленника Массимо Пантекорова. Учился сначала на инженерном факультете Пизанского университета, затем на физико-математическом факультете Римского университета Ла Сапиенца. Здесь он присоединился к экспериментальным исследованиям группы молодых ученых под руководством великого итальянского физика Энрико Ферми. Группу Ферми журналисты окрестили «парни с улицы Панисперна». Именно на этой улице располагался университет. Следующие четыре года Бруно провел во Франции в лаборатории Ирен и Фредерико Жолио Кюри. Здесь он женился на шведке Марианне, здесь же родился их первенец Джиль. В 1940 году после падения Парижа семья Пантекорова перебралась в Соединенные Штаты Америки. В 1943 году он переехал в Канаду, а в 1948 году его пригласили участвовать в британском атомном проекте в Харвеле. В ноябре 1949 года старый друг Пантекорова Эмилио Сегре сообщил в Комиссию по атомной энергии США о своих сомнениях в благонадежности Бруно. Это спровоцировало ряд проверок. Общая обстановка недоверия к прокоммунистически настроенным ученым могла привести к отстранению Пантекорова от участия в интересных ему атомных проектах. 31 августа 1950 года Пантекорова с женой и тремя детьми прервал свой отпуск в Италии и улетел в Стокгольм. Оттуда, через Финляндию, семья приехала в Ленинград. В Советском Союзе Пантекорова начал работать в Дубне. Здесь, в гидротехнической лаборатории Академии наук, находился крупнейший в мире ускоритель – синхроциклотрон. До 1955 года пребывание в Пантекорова в Советском Союзе было строжайше засекречено. Куда он пропал во время итальянского отпуска, не знали даже его ближайшие родственники. В 1956 году гидротехническая лаборатория вошла в состав вновь образованного Объединенного Института Ядерных Исследований. Она стала называться «Лаборатория ядерных проблем». Большую часть своей научной жизни Бруно Пантекорова провел в Дубне, в лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. Почти 20 лет он возглавлял научно-экспериментальный отдел слабых и электромагнитных взаимодействий. Более 15 лет Пантекорова возглавлял Нейтринный совет Академии наук СССР, который координировал исследования по астрофизике нейтрино в стране. Важной частью жизни Бруно Пантекорова была педагогическая работа. Почти четверть века он заведовал Дубнинской кафедрой Московского государственного университета и читал лекции на русском языке с характерным итальянским акцентом. Кабинет великого ученого бережно сохраняется сотрудниками института. В 2013 году кабинету был присвоен статус исторического места Европейского физического общества. В мемориальном кабинете хранятся бумаги ученого, черновики статей и выступлений, переписка, документы. Обстановка осталась в неизвенном виде. Аутентичные книжные шкафы, кресла и столы. Этот письменный прибор и канделябр сопровождали Пантекорова многие годы. Обращают на себя внимание две игрушки Буратино на шкафу. Они символизируют одно из главных открытий ученого – нейтринные осцилляции. На игрушках фарточки с вышитыми символами электронного и мионного нейтрина. В кабинете находятся замечательные шаржи Михаила Биленького. Михаил – сын Самуила Биленького, друга и многолетнего соавтора великого итальянца. На шаржах отражены увлечения Бруно Пантекорова. Ученого интересовали подводное плавание, рыбалка, большой теннис, велосипед, горные и водные лыжи. Современники отмечали феноменальную калибристику Бруно. Он мог кататься на велосипеде без рук. А в старости, когда по городу он передвигался только с тростью, мог запросто поставить ее на носок и балансировать на одной ноге. В кабинете есть фотопортрет молодых Бруно и Марианны, а также фотография Фредерика Жолио Кюри. Ученые встретились вновь лишь в 1958 году, когда Жолио Кюри приехал в Советский Союз. Здесь есть, конечно, и портрет учителя Энрико Ферми. Некоторые архивные фотографии, в том числе семейные, можно увидеть под стеклом на столах. В витрине хранятся вещи, принадлежавшие Бруно. Профсоюзный билет и письмо от Лауры Ферми, супруги его учителя. На полках шкафов лабораторные журналы Пантекорова. Они велись в начале 50-х годов прошлого века и долгое время были засекречены. На полках также подборка книг ученого. Некоторые с автографами авторов. В кабинете сохранились бумаги Бруно Максимовича, которые разобрала его секретарь Ирина Григорьевна Покровская. Она, кстати, изображена на шарже Михаила Билингова. Благодаря влиянию Бруно Пантекорова в Дубне появилась одна из самых сильных школ нейтринной физики в нашей стране. Жажда новых знаний, научная честность и инновационный подход Пантекорова продолжают жить в каждом научном проекте института. Сегодня нейтринная программа ОИЯИ – это самая большая в мире арена для исследования нейтрино. Вместе с коллегами из разных научных центров создается крупнейший в северном полушарии нейтринный телескоп на озере Байкал. Этот телескоп откроет новые горизонты в исследовании тайн нашей Вселенной. В Южной провинции Китая создается крупнейший детектор Джуна, регистрирующий антинейтрино, излучаемое атомными реакторами. В Соединенных Штатах Америки создается крупнейший комплекс детекторов для регистрации нейтрино от ускорителей частиц – эксперимент Дюн. В сотрудничестве с Росатомом на Калининской атомной станции проводится серия экспериментов для исследования свойств нейтрино и его взаимодействий. Совместно с коллегами природа нейтрино исследуется в экспериментах в европейских научных центрах. Кроме экспериментальных активно ведутся теоретические исследования нейтринной физики. Все вместе составляет единое целое – нейтринную программу ОИАИ «Творческое наследие великого ученого и замечательного человека» Бруно Пантыкорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова